На итоговом совещании сотрудники Белореченского отдела МВД и представители краевых и межрайонных ведомств обсудили результаты работы полицейских в 2016 году, а также план мероприятий на 2017 год. Как оценена деятельность белореченских полицейских за прошедший год, выяснял Илья Никитенко. Совещание началось с минуты молчания в памяти начальника отдела Николая Екатериненко, который ушел из жизни после продолжительной болезни в конце прошлого года. В обсуждении работы отдела участвовали представитель главного управления МВД по Краснодарскому краю Вадим Моцар, межрайонный прокурор Мурат Томазов, исполняющий обязанности председателя суда Ирина Дадаш, руководитель межрайонного отдела Следственного комитета Виталий Пономарев, а также заместитель главы района Алексей Садковой. Об итогах деятельности за прошедший год рассказал заместитель начальника Белореченского отдела МВД Виктор Пахно. В 2016 году было зарегистрировано почти 20 тысяч сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, что превысило показатель 2015 года больше, чем на полторы тысячи. При этом количество преступлений снизилось больше, чем на тысячу. В частности, уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступных деяний, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и краж. В прошлом году зарегистрировано в два раза меньше убийств, четыре, и все они сегодня раскрыты. Кроме того, ведется активная работа по предоставлению полиции и государственных услуг. За прошедший год в отдел поступило 4,5 тысячи заявлений от граждан. Больше половины из них обработано в электронном виде. Вместе с тем наблюдается рост числа разбойных нападений. В 2016 году зарегистрировано 6 случаев, а также краж из квартир и домовладений – 58 случаев, и краж сотовых телефонов – 89 случаев. Значительно выросло количество фактов мошенничества. Оно увеличилось на 56 и составило 230 случаев. Возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними. В прошедшем году их было 35, на 4 больше, чем в предыдущем. Актуальными задачами остаются декриминализация экономика и противодействие коррупции. Прошу вас уделить самое пристальное внимание повышению качества оперативной и следственной работы. Кроме того, продолжить обеспечение правопорядком в общественных местах, порядок на улицах, городов, поселках, во дворах и подъездах, в парках и вокруг школ. А именно с этого начинается ощущение личной безопасности каждого гражданина, его семьи, его детей. Особого внимания со стороны всех субъектов профилактики и, конечно же, сотрудников полиции требуют несовершеннолетние правонарушители. От того, каким вырастет подрастающее поколение, на какие ценности оно будет ориентировано, во многом зависит их будущее. Возвращаясь к проблеме роста правонарушений, совершенных несовершеннолетними, Алексей Ефимов отметил, что профилактика таких преступлений является одним из основных направлений работы Белореченской полиции. Поэтому вы должны еженедельно, ежедневно требовать с руководителями слушать предоставление этих рапортов с видео, с фотами отчетов, чтобы сотрудники с этим напроверяли их по месту жительства. С докладами о работе в 2016 году выступили начальники служб отдела МВД. Участники совещания обсудили результаты их деятельности. Председатель главного управления МВД по Краснодарскому краю Вадим Моцер отметил, что для повышения эффективности работы отдела следует обратить особое внимание на повышение раскрываемости преступлений и решать существующие кадровые трудности. В ходе совещания были оглашены приказы о присвоении очередных специальных званий сотрудникам МВД. Процент раскрываемости преступлений в 2016 году составил 48%. В целом, оперативно-служебная деятельность Белореченского отдела МВД за этот период оценивается положительно. Илья Никитенко, события и люди.